Добрый день! Сегодня в студии Радио Зоди в Праге Наталья Антылава, прославившаяся своими журналистскими расследованиями по достаточно закрытым от глаз общества темам. Еще несколько лет назад она занималась освещением проблем Центральной Азии в корпорации BBC, а сегодня она работает в частном проекте под названием веб-платформа CodaStory. Проект занимается расследованием различных актуальных проблем в самых разных точках мира, об этом еще поговорим В беседе с Натальей меня больше всего интересует ее взгляд на проблемы журналистики в странах Центральной Азии, конечно. Добрый день, Наталья, добро пожаловать в нашу студию. Скажите, как вы считаете, вот в условиях, когда для журналистов, скажем, в той же Центральной Азии политические условия меняются, возникает ситуация с ограничением свобод, как должны себя вести журналисты? Они должны подстраиваться под ситуацию или все-таки они должны быть все-таки на передовой в освещении критических политических проблем. Мне кажется, это очень сложный вопрос, на него просто нет прямого, простого, однозначного ответа. Естественно, журналистам надо пытаться как-то делать свою работу, но меня очень пугает то, что в Центральной Азии эту работу становится делать все труднее и труднее, то есть буквально за несколько лет, даже самые открытые страны Центральной Азии, Кыргызстан, если взять, сегодня атмосфера в Кыргызстане, ну, радикально отличается от того, что было там не только 10 лет назад, но даже 2-3-4 года назад, то есть там стало гораздо, гораздо тяжелее работа в Центральной Азии. Все-таки журналисты как себя должны вести в такой ситуации, как вы думаете? Я имею в виду независимая журналистика и пресса, она должна подстраиваться, она должна отходить от освещения критических проблем, чтобы выжить. Проблема в том, что когда мы говорим на эту тему, на тему того, что нам надо выживать, то невозможно требовать у людей, которые пытаются выжить, того, чтобы они рисковали своей жизнью для того, чтобы делать какое-то дело, каким бы оно ни было. То есть здесь у нас ни у кого нет морального права требовать того, чтобы журналисты рисковали своей жизнью, жизнью своих близких и всем, что у них есть. Поэтому очень печально то, что разговор идет о том, что там какой-то компромисса здесь нет. То есть или надо подкладываться, подделываться от правительства. Естественно, тут мы становимся все перед индивидуальным каким-то выбором. То есть что мы выбираем? Мы выбираем оставаться там на каком-то центральном телевидении, говорить то, что пишут за тебя, или ты выбираешь уходить и становишься, не знаю, водителем такси, или там не можешь, перестаешь зарабатывать и так далее. Это невероятно. Да, ищешь что-то вне профессии. Это невероятно сложный выбор, и это очень индивидуальный выбор. В то же самое время я хочу сказать, что фактом остается то, что страны и то, что происходит в этих странах, освещать нужно, несмотря на все преграды и несмотря на то, что настолько сложно это делать. То есть мы должны... И здесь очень важна роль, ваша роль, радио Задлэйк, роль службы BBC, роль корреспондентов, которые извне, потому что мне гораздо легче. Я гораздо меньше рискую, когда я освещаю какие-то... То, что происходит там в странах Центральной Азии, чем там местные узбекские или таджикские, или туркменские журналисты. Но вы все-таки верите, что журналисты могут корректировать ситуацию в стране, в своей стране? Я очень хочу в это верить. Вы путешествуете достаточно много, вы были в самых разных точках и мира, и, скажем, постсоветского пространства, что очень важно. Вы наблюдаете где-то процессы более позитивные, нежели в Центральной Азии? Где вы наблюдаете более свободную журналистику? Ту, которая близка к международным стандартам? Где правительство искренне сотрудничает с журналистами в подаче информации? Ну, естественно, разные ситуации в разных странах. И, например, на Кавказе явно... То есть в Грузии работать легче всего, на Украине работать легко. Там сложно работать по другим причинам. Но не в восточной части. В России, где работать, да, довольно-таки сложно. Но в России работать сложно по другим причинам. Если честно, я давно, я уже несколько лет не работала в России, поэтому я не... И там очень сильно изменена ситуация. Но я очень близко общаюсь с многими людьми, которые работают. И я знаю, что там становится все сложнее и сложнее работать. И чаще из-за того, что с тобой просто перестают говорить. То есть это та же проблема, которая у нас в Центральной Азии, где с тобой просто перестают говорить. И в этом плане, естественно, ну, из всех стран, которые я назвала, мне кажется, что в Грузии работать легче всего, потому что в Грузии с тобой говорят все. Возвращаясь к вашему, или обращаясь к вашему личному журналистскому опыту в странах Центральной Азии, в 2012 году вы обнародовали факт тайной стерилизации, незаконной стерилизации женщин в Узбекистане ради предотвращения того, чтобы в этой стране рождалось много детей. А затем вы стали персоной нон-грата в Узбекистане, насколько я знаю. И уже в 2013 году вы опубликовали ваше интервью с Лолой Теляевой-Каримовой, которая дала достаточно интересные, где-то шокирующие факты о своих семейных отношениях в первую очередь. Скажите, как вам вообще это удалось? Потому что, я так понимала, как минимум у вас были плохие отношения с властями. Вы знаете, да, интервью было, то есть история была о Гульнаре, не о Лоле. Но, да, отношения с узбекскими властями у меня были не очень хорошие, так скажем, потому что меня депортировали из Узбекистана в 2012 году, до того, как я опубликовала это. И после этого мы, тем не менее, нам удалось сделать эту историю. Это, опять-таки, насильственная стерилизация женщины. Опять-таки, это пример того, что возможно все-таки что-то делать в этих странах, если инвестировать и время, и долго над этим работать и так далее. Мы очень-очень много времени провели, работая над этим. И после этого, то есть вся эта история, очень странная история с Гульнарой, была полной случайностью, потому что Гульнара была очень активно, писала на Твиттере, у нее уже появились какие-то проблемы внутри Узбекистана, о которых мы пока еще тогда не знали или не особенно знали, не понимали их. И она очень активизировалась на Твиттере, в социальных сетях. И я в каком-то, в одном из комментариев, обращаясь к ней, сказала ей в ответ на что-то, что она написала. Я сказала ей, а вот почему бы тогда не рассказать, она защищала режим. Я сказала, а вот почему бы тогда не объяснить, почему вы депортируете журналистов из Узбекистана. И вот, исходя из этого, между нами начался разговор, который длился довольно-таки долго, и который превратился в такой репортаж, в историю, потом в серию нескольких репортажей, потому что это долго продолжалось. То есть, на самом деле, это стало каким-то окном в этот мир, о котором мы знаем очень мало, но который нами правит, да, узбеками правит, во всяком случае. Но сейчас у вас нет контакта с семьей. У меня нет никакого контакта с семьей Каримовой. Вы даже не знаете, как сейчас служить? Нет, я не знаю. Там настал момент, где я решила, что мне пора от этого отойти, потому что это была семейная битва, и в тот момент, когда ты начинаешь освещать только одну сторону, а вторая сторона с тобой не говорит, и ты не знаешь, что говорит вторая сторона. Главное правило журналистов. Да, то есть я не могла рассказать эту историю, не зная, что об этом думает сам Ислам Каримов или те люди, которые, значит, идут против нее и так далее. Так что я решила эту тему, да, и эту тему оставила. Расскажите о вашем проекте, которым вы сейчас уже занимаетесь, я так понимаю, год как вы уже занимаетесь, веб-платформа Кода Стори. Что это такое и почему вы решили этим заняться? Это Кода Стори, это то, что родилось из моего собственного опыта. Я не единственный человек, у нас команда журналистов, все с международным опытом журналистики. И, значит, как бы инспирацией, то есть воодушевлением этого проекта являлось то, что все мы знаем, как в международной журналистике ты освещаешь большие истории, ты, значит, приезжаешь там на Украину, происходит там Андижан, происходит война в Сирии, ты освещаешь какой-то период времени, а потом все уезжают, эта история забывается и больше никакого внимания на нее никто не обращает. И это огромная проблема, потому что из этого возникают огромные недостатки, недостаток информации, недостаток понимания тех кризисов, которые, как бы, очень важны для мира. Поэтому мы решили создать веб-платформу, которая фокусируется на одной теме, то есть будь то Андижан, или война на востоке Украины, или мигранты в Европе, и мы останавливаемся на этой теме в течение долгого времени. Например, сколько? И команда, до года, до года. И команда журналистов работает над этой одной темой и использует ее как окно, там, как в другие, в другие, то есть через, мы освещаем разные аспекты этой одной темы. Большая исследовательская работа, значит, проводится вами. Я вам желаю успехов. Спасибо большое. Спасибо сегодня на вопросы радио ЗОД. Я отвечала Наталья Антилава, независимый журналист, член команды Кода Стори. Продолжение следует...